Так называемый утренний развод, построение личного состава перед заступлением на службу. Многие из сотрудников Воскосинского отдела Росгвардии прошли срочку в армии. Переживают за бойцов и сослуживцев, которые сейчас находятся в зоне СВО. Ребята решили оказать поддержку бойцам и собрали гуманитарную помощь. Конечно, я считаю, что эта поддержка необходима. Там ребята находятся на передовой. Нужна им всяческая помощь с нашей стороны. Сам проходил срочную службу в армии. Сам прекрасно понимаю все тяготы и лишения. Старший группы задержания Андрей Качнов, например, не просто знает, что такое армейская служба. Он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Так как я проходил срочную службу в рядах внутренних войск, которые дислоцируются на территории Северного Кавказа, и непосредственно принимал участие в боевых действиях, нашим товарищам там действительно очень тяжело. И посоветовавшись с коллегами, мы приняли ненагласное решение оказать поддержку нашим товарищам, которые находятся там. Как говорил мой дед и наши деды, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, победа будет за нами, враг будет повержен. Все для фронта, все для победы. Это наш лозунг, который мы с нашими товарищами, как говорится, готовы пронести на протяжении всей нашей жизни. Все это не приказ сверху, как многие могли подумать, а инициатива самих сотрудников. Сейчас по всей России проходят акции в поддержку воинам нашим, которые воюют на Донбассе. И наш отдел тоже не мог остаться в стороне, включая нас, операторов пульта охраны, включая даже родственников, друзей, наших сотрудников. Я просто хочу обратиться к жителям нашего города Воскресенска, пусть отдельные граждане, даже руководители предприятий, заводов тоже пусть поучаствуют в этом. Для передачи помощи росгвардейцы обратились к своему бывшему коллеге, волонтеру Алексею Уварову. Алексей с начала боевых действий возит гуманитарную помощь в Донецкую Народную Республику. Часто моральная поддержка для бойцов даже важнее материальной. Люди там должны знать, что о них помнят и ждут с победой. Вся гуманитарка будет направлена непосредственно в боевые подразделения. Денис Нитков, Новости, Искровект.